МОБИЛИЗАЦИЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня сообщили, что многих участников военных протестов, которые прошли, по крайней мере, в 38 российских городах, забрали в армию. Путин вчера говорил, что мобилизацией будут подвергаться тех, кто находится в резерве, у кого имеется военный опыт и подходящая военная специализация. Путин говорил, что от мобилизации будут освобождены работники военной индустрии и студенты. Но, как оказалось, в указе о мобилизации ничего этого не говорится. В нем написано, что президент решил провести мобилизацию для военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Граждане, призванные на военную службу, будут иметь статус военнослужащих на контрактной основе. От службы освобождается по возрасту, по болезни, и также призыву не подлежат заключенные. И все. То есть, призывать могут кого угодно. Ну, а контрактная основа подразумевает, может быть, частичную оплату военной службы. Во всяком случае, настоящим контрактникам, воюющим на Украине, деньги платят. Но главное, конечно, что названная частичной мобилизацией юридически касается всех. Среди тех, кто участвовал в антивоенных выступлениях в Москве, в Петербурге, например, было арестовано по 500 человек. Часто были среди них студенты. Путин говорил, что студенты от службы будут освобождены, но участников протестов забирают в армию без каких-либо проблем. А за отказ от военной службы положено до 15 лет тюрьмы. Другое дело, что больше половины участников протестов – это женщины. Их все-таки мобилизация не затрагивает. Вчера сын моих знакомых, 24 лет, улетел из Москвы в Сербию. Билет он купил за несколько дней до полета. При посадке с ним беседовали неприятного вида люди. И выяснив, что он купил билет свой действительно не вчера, они сказали, что поэтому они его отпустят, в отличие от тех, кто купил билеты за границу после объявления о мобилизации. Финляндия сегодня сообщила, что число переходящих российских границ со вчерашнего дня резко увеличилось. Я лично знаю нескольких также кадровых российских военных, которые во всех отношениях всегда были чрезвычайно просто патриотичными, но, согласно их отзывам, именно воевать на Украине они не хотят. Сегодня опубликована оценка Института изучения войны исследовательского центра, близкого к американскому правительству. Согласно Институту, объявленная в России мобилизация вряд ли драматически изменит ход войны, для того, чтобы сделать из призывников боеспособных солдат необходимы недели, даже месяцы. При этом подготовка резервистов в России традиционно является слабой. Резервисты, которых все-таки, вероятно, будут призывать, но не в последнюю очередь, это те, кто прошел продолжавшуюся один год военную службу. За это время, особенно в условиях российской армии, они мало чему научились. Эти подкрепления не смогут играть существенной военной роли еще на протяжении месяцев. По оценкам Института, поток новобранцев может в следующем году компенсировать те потери, которые были у российских войск. Компенсировать, хотя это пока еще не совсем ясно. Что касается ядерных угроз Путина, то, согласно американским экспертам, их особенность в том, что Путин говорил намеренно туманно, он не сказал, что ядерный зонд будет распространен на те украинские территории, которые Россия планирует аннексировать. Путин говорил о референдумах, о ядерном оружии, о мобилизации, но предпринимал при этом явные усилия, чтобы три этих понятия никак не связывать. Сегодня в России прозвучала еще одна инициатива, почему-то от Совета по правам человека при президенте. Согласно этому предложению, для новых граждан России из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, должно быть обязательным прохождение воинской службы в течение года. А отказ должен повлечь лишение гражданства России не только для военно обязанного, но и для всей его семьи. Сегодня опубликованы утечки от американских разведок о том, что Путин сейчас стал часто лично отдавать приказы генералам в зоне военных действий. С точки зрения российской административной логики, это понятно. Украинцы в Харьковской области смогли перейти в существенное наступление. Министр Шойгу и генералы с управлением войсками, как получается, не справились. И Путину как бы приходится все делать самому. С военной точки зрения столь централизованное управление, однако, является неэффективным. Оно не учитывает местные особенности военных действий, о которых Путин не знает. Перемены в обстановке, да и Путин не является военным гением. В начале войны многие провалы российских военных объясняли тем, что военный министр Шойгу сидел в своем кабинете в Кремле и отдавал приказы, не имея полной информации о том, что именно происходило. Шойгу также часто и не было в кабинете, дозвониться до него было невозможно. И все эти проблемы, конечно, многократно увеличиваются, когда руководить военными действиями берется уже сам Путин. Перехваты разговоров российских военных показывают, что руководством военными действиями из Кремля многие недовольны. Также нет ясности по дальнейшей российской стратегии. Военное командование объявляло, что усиливает позиции российских войск рядом с Харьковской областью. Однако до сих пор основные российские силы находятся на юге, где украинцы ставят целью освобождения Херсона. Наиболее явной реакцией на украинское наступление были масштабные российские обстрелы, плотин энергетических станций, но эти удары выглядели скорее как месть за наступление, чем операции, которые могут серьезно улучшить положение российских войск. Сегодня сообщили, что ураган Фиона, внимание к которому вчера снизилось, теперь ожидается в Новой Скотте в Канаде к нынешнему уикенду. Сегодня Фиона приближалась к Бермудам, которые однозначно ассоциируются с тропиками, а через сутки она в виде уже не урагана, но распадающегося тропического шторма будет в своей периферии лить, наверное, дожди на Канаду. Между тем, метеорологи предупреждают о возможности мощного шторма или урагана в Мексиканском заливе, который может ударить по Луизиане или по северной части Флориды. Пока это просто тропическая непогода, депрессия, находящаяся даже ближе к Южной Америке. Но погодные условия в Карибском море и Мексиканском заливе могут очень быстро превратить это образование в ураган. Наверняка что-либо говорить пока рано, но на следующей неделе ураган, образовавшись, может ударить по Южной Флориде, первоначально зависнуть, затем в Мексиканском заливе, затем сойти либо на берег Луизианы, либо вновь на берег Флориды, но северный. В следующей части о том, что что бы ни происходило, отношение американцев к Трампу не меняется. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин